Добрый день, мои слушатели. Сегодня мы с вами начнем курс материаловедения технологий конструкционных материалов. Этот курс будет разделен на два больших раздела. Первый раздел это материаловедение, второй раздел технологии конструкционных материалов. Начнем с первого раздела, это материаловедение. Тема сегодняшняя это металлы и кристаллическое строение. Материаловизм. Что за наука? Наука, которая изучает строение и свойства материала и устанавливает связи между их составом, строением и свойствами. Первой части мы будем рассматривать звание металла. Что такое металла? Если бы вы у меня были сейчас на лекции, я бы, конечно, спросила, что такое металла и где вы их видите в применении в своей повседневной жизни. Конечно, без металла сейчас не находится ни одно техническое устройство, ни одно оборудование. В квартире у вас очень много металлов. В жизни вы встречаетесь с металлами. Металлы, конечно, это химические элементы, образующие свободным состоянием простые вещества с металлической связью. Впервые еще Ломоносов говорил, что металлы это светлое тело, которое нужно ковать. Это химические элементы некоторых металлов. Барий, калий, плетий, крон. Металлы мы можем разделить на две большие группы. Это черные металлы, основы которых лежит в жизни за все остальные цветные металлы. Роль металла в жизни человека. Древности еще металлы начали приближать таким образом то, что лежало на поверхности, то, что можно было взять с поверхности. Ну, это солото, в основном, серебро, миф. В дальнейшем, сейчас я еще раз вернусь к этому слайду, в дальнейшем, когда начали прибывать тот или иной металл, стало именованием века. Медь, очень часто подвергающий металл. Медный века, с которым я катал разное количество изделий. Бронзевый век, но это уже спал. К нему мы вернемся через несколько лет, чтобы вы объясняли, что такое бронзовое. В дальнейшем, когда начали добывать железо из рук, появился железный век. Огромный век. Здесь представила некоторые изделия, которые были изготовлены в древности. В основном, тогда изготавливали каменные монеты, серебра, золото. Различные изображения тех или иных животных. В дальнейшем изготавливали сложные изделия. И по всей жизни нашей мы всегда встречаемся с металлами. С теми дними. Здесь представила вам соотношение, сколько он у нас есть в природе металлов и какое их количество. Но, конечно, постепенно все уничтожается, все становится меньше и меньше. Дальше рассмотрим с вами металлы. Как я сказала, это черный металл, как в основе, который будет находиться в железе. Черный металл, конечно, подсветный. Черный, полный, у которого очень большая плотность, высокая температура плавления и разные другие средства. Цветные металлы, они характеризуются определенной окраской. Они могут быть от светлого, совершенно светлого цвета до красноватых оттенков. Металлы, это черные металлы, обладают различными свойствами. У них высокая практичность, малая природность. Конечно, у них у всех, это просто относительные свойства. Относительно низкая температура плавления, у них это есть высокая температура. Наиболее типичные металлы, это медь, грубо металлы. Легкие металлы, благородные металлы, легкоплавкие металлы. Здесь представлены различные любые металлы. Металлы, основное, чем характеризуются, мы сказали уже, это кристаллическое состояние. То есть, у них есть определенное закономерное расположение атомов в пространстве, которые образуют кристаллическое состояние. В физике вы это изучали уже, поэтому мы сейчас коротко остановимся на кристаллических решетках. Решетка. Телек кристаллических решеток. Объемно-центрированная кристаллическая решетка. Видите, атомы как расположены? На граних, пересечения, и один атом расположен внутри объема. Поэтому в данном случае назвали объемно-кристаллические решетки. Грань кристаллической решетки. Каждая грань имеет по одному атому. Если повернуть, то в следующей грани, пересечения, тоже имеют по одному атому. И гексагональная плотно-опакованная решетка. Здесь имеется высшую сверху, располагающую по крайней мере атома. И внутри располагаются три кристаллические решетки. Объявляется гексагональная кристаллическая решетка. Определённые металлы имеют свой тип решетки. Если рассматривать реальное строение металлических кристаллов, то есть то, что мы рассмотрели до этого исчезновения, это было, будем говорить, идеально. В реальном, конечно, есть дефекты. При различных условиях может образоваться так, что какой-то атом вылетает из своего состояния, из своего места. Тогда оказывается тот же участ, который вылетал атомы, и называется его вакансия. В эту вакансию может залететь трое атом совершения. Видите, получился опять какой-то дефект. Называется помещение атома. Этот атом может просто, знаете, внедрить. Он внедрит, называется внедрение атома. То есть различные дефекты, может быть, кристаллическое состояние решетки. Есть линейные дефекты, то есть какие-то кривые дислокации, которые тоже нарушают правильные металлы. Превращение в тигурное состояние или аутропия. Что такое аутропия? Существование одного металла в нескольких кристаллических решетках. Называется аутропия или аутропия. Аутропия, допустим, при нагреве производного металла, у него есть одна кристаллическая решетка. При повышении температуры кристаллическая решетка может меняться. Вот характерная аутропия, это железо. Смотрите, при увеличении температуры до 768 градусов, у него объемная, центрированная кристаллическая решетка. При температуре больше 912 градусов, при нагреве границем, при температуре 1392 А5 становится объемно-центрированная решетка. Это аутропия железо. Сегодня мы прошли с вами небольшую часть плоти. Спасибо, что уделили время. Если что-то не понятно, пишите в сайт. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.